Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления, подчеркнутые из прочтения Священного Писания, и пригласить вас, дорогие друзья, кто сам пожелает, кому это интересно, вместе задуматься. Вот над чем задуматься. В Евангелии от Матвея, в седьмой главе, мы читаем следующие строки. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит добрые плоды, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода, доброго срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Дорогие друзья, именно вот это хорошо известное верующим людям место из Священного Писания, хочется на него взглянуть немножко в неожиданном ракурсе. Давайте на него посмотрим с точки зрения, как бы я сказал, рассудительного отношения к информации. Или, назовем иначе, информационной безопасности. Вот Господь в этих словах нас предостерегает, чтобы мы береглись лжепророков, которые приходят вроде бы в овечьей одежде, а внутри суть хищные волки. И по плодам их узнаете их. Вот посмотрите, дорогие друзья, с точки зрения такого рассудительного отношения, той информации, которую мы получаем чаще всего из интернета и других современных средств коммуникации. Вот совсем недавно, в 20-м и 21-м году, весь мир постигло тяжелое испытание. Болезнь, которая называлась коронавирус. Многие люди болели, кто-то переболел и благополучно выздоровел, кто-то скончался. Многие лишили своих родных и близких. И вот во время этого испытания, также попущенного Богом за человеческие грехи, как в Священном Писании Господь говорит в Евангелии от Матфея, что будут глады, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезней. Восстанет народ на народ и царство на царство. Все это попущено Богом, как горькое лекарство за нечестие людей, за отступление людей от Бога. Но я ваше внимание вот на что хочу обратить, дорогие друзья. Во время этого испытания врачи старались исполнять свой медицинский долг. Верующие люди молились Богу, просили у Бога помощи и исцеления страждущим. Священнослужители приходили, в том числе даже в Красную Зону, старались напутствовать, исповедовать, соборовать болящих людей. А информационное сопровождение этого вируса, мы сейчас не будем касаться того, естественного происхождения или рукотворного. Это дело врачей. Я не врач, я не вирусолог, чтобы этот вопрос решать. Но информационное сопровождение об этом вирусе было каково, что все, и стар, и млад, люди, даже совершенно не имеющие к медицине никакого отношения, вдруг все стали врачами и вирусологами. Кто только не выносил свой суровый вердикт. Люди, еще раз подчеркну, никакого отношения к медицине не имеющие, безапелляционно, бескомпромиссно давали нам в сети интернет самые разные советы, как лечиться. Говорили, каково происхождение этого вируса. Вакцинироваться или не вакцинироваться. Вот смотрите, сейчас 22-й год. Постигла всю землю и нашу многострадайную землю, Святую Русь, еще одно испытание, еще более тяжелое. Люди остаются без крова. Люди теряют возможность жить там, где они жили до этого. Теряют своих родных и близких. Страшное постигло нашу землю испытание по человеческим грехам. И опять мы видим то же самое. Информационное сопровождение. Если вот в прошлом, в позапрошлом году все кто угодно стали вдруг врачами и вирусологами, не имея никакого отношения к медицине, сейчас за редким исключением те же самые, те же самые блогеры. Сейчас все стали специалистами в области военного дела. Все они знают военную стратегию и тактику. Все они прогнозируют тем, что закончится. Все они нам безапелляционно говорят, кто прав, кто виноват. Дорогие мои друзья, хочется сразу подчеркнуть, потому что вы, кто сейчас меня слушает или будет слушать, можете задаться вопросом, что я предлагаю. Я предлагаю вам, дорогие друзья, задуматься. Я не предлагаю сейчас кого-то осуждать. Один Господь только знает, кто, чем движим, у кого какая мотивация, у кого какие цели и задачи. Я не осуждаю сам и вас не призываю кого бы то либо осуждать. А предлагаю задуматься нам с вами, нам, пользователям, тем, кто получаем эту информацию из интернета или из других источников. Речь не о тех людях, которые так или иначе создают те или иные репортажи или те или иные выносят какие-то осуждения. Порой люди и в армии не служившие, и не имеющие никакого отношения к военному делу, и порой за тысячи километров находящиеся от зоны боевых действий, которые сейчас все, все, кому не лени, старый и млад, стали вдруг военными специалистами. И порой взаимоисключающие, взаимопротивоположные дают суждения и прогнозы. Речь сейчас о нас, кто все это слушает. Вот посудите сами. По оплодам их узнаете, и их говорит Господь. Посудите по себе, когда вы послушали 5, 10, 15, 20, 30 блогеров, каждый из которых категорично и безапелляционно наставит на своей точке зрения. Каждый прогнозирует что-то. Что остается у вас в душе? Древо доброе приносит и плоды добрые. Древо худое приносит и плоды худые. Что остается в вашей душе после прослушивания, просмотра всей этой информации? Вы, дорогие друзья, сейчас можете мне возразить, я должен или я должна быть в курсе событий, я хочу иметь полную картину. Но согласитесь, дорогие друзья, вот если честно, ведь полной картины ни у кого из нас нет. И полная картина не будет после того, когда ты посмотришь или прослушаешь 20, 30 или 50 блогеров, каждый из которых противоположную дает оценку на основании своего субъективного взгляда. У вас не будет полной картины. Это однозначно. Что у вас в душе остается? Ясности нет, только неразбериха, смятение. Внутри глубокая ненависть, вражда, проклятие. В вашей душе тревога, беспокойство, отчаяние. Если говорить о верующих людях, то наступает искушение верующих, или только еще около верующих, таких начинающих, потеря надежды на Бога, ненависть к окружающим людям. Всевозможными прогнозами сеется в ваших душах смятение и страх. Вот они, плоды. Плоды безрассудного потребления информации. Речь сейчас не об осуждении кого бы то ни было. Господь в Священном Писании нам запрещает судить, говоря, не судите, да не судимы будете. И вообще, строго говоря, судить – это дело неблагодарное, когда ты не знаешь, чем движим тот или иной человек, который то или иное говорит. Не зная человека, его мотивацию судить его, ты тем более не имеешь права. Но вопрос даже не в тех, кто информацию создает. Как вот на подъезде к одному городу, там большой баннер такой, изображена женщина, редактор одной из газет, и написано «Мы делаем информацию». То есть не мы сообщаем информацию, а мы ее делаем. То есть мы ее создаем, информацию. Создаем так, как мы считаем ее для себя приемлемым. Я призываю вас, дорогие друзья, быть повнимательней и обратить внимание вот на что. Задать самому себе вопрос. После просмотра многочисленных свидетельств, роликов, всевозможных политиков, аналитиков, экспертов всевозможных, что в душе у вас остается? Есть ли у вас силы на молитву? Есть ли у вас силы на то, чтобы какую-то созидательную помощь оказать тем, кому вы помощь можете оказать? Скорее всего, у вас сил нет. И вот один из великих подвижников нашего времени, преподобный Паисий Святогорец, советует следующее. Сегодня мы живем во времена апокалипсиса, и не нужно быть пророком для того, чтобы это понять. Все идет одно за другим. Мы не знаем, что нас ждет. Это видно из положения господствующего в мире. Поэтому сейчас, как никогда, нужно сильнее опереться на молитву и сразиться со злом молитвой. Вот обращает внимание преподобный Паисий Святогорец. Он сам во время своей юности служил в войсках связи, пережил гражданскую войну, которая была в Греции. То есть он знает, о чем говорит. И вот он обращает внимание, что единственный выход – это опереться на молитву. Будем просить Бога пожалеть свое создание, хотя мы и не стоим того, чтобы он нас жалел. Сейчас люди не могут прийти к взаимному пониманию. Каждый станет делать то, что взбредет ему в голову. Исполнится то, о чем пророчествовал святой Космо-Италийский. Надо будет долго идти, чтобы встретить человека, а те, кто останутся в живых, будут есть золотыми ложками. Конечно, у некоторых есть помысел. Преподобный Паисий на основании своего опыта говорит. Есть помысел. Какая польза от молитвы, раз пророчество все равно исполняется. Да, Бог знает, что события разобьются именно так. Но мы молимся для того, чтобы зло было менее болезненным и не получило распространения. Поэтому и в Евангелии говорится, что ради избранных дни сократятся. В Евангелии от Матвея, 24 глава, 22 стих, где Господь говорит о последних судьбах мира, что ради избранных сократятся дни бедствий. Например, на войне сила молитвы совершает чудо. Больше людей остаются в живых, а жертв, наоборот, бывает меньше. От всего этого люди получают духовную пользу, становятся верующими и в хорошем смысле слова изменяются. «Дело не шуточное», – пишет преподобный поэзий. «Чудо уже то, что до сих пор мир не взлетел на воздух. Да прострет Бог свою руку. Весь мир зависит от трех-четырех людей. Его судьба находится в руках нескольких сумасбродов. Прямо по пословице «конь с конем бьется, а копытом курам достается». Так оно и есть. Когда начинается заваруха между большими государствами, то несправедливости сыплются на головы несчастных маленьких. Брыкаются большие, а рушатся маленькие. Необходимо много-премного молитвы, чтобы Бог просветил власть придержащих, потому что они, если захотят, могут разрушить мир. Но Бог очень легко может немножко просветить и их. И если Он просветит кого-то одного, то стоит Ему только отдать соответствующее распоряжение, как все поменяется. И закончить хотелось бы, опять-таки, словами преподобного Паисия. Все неисправленное и неисправимое исправляется смирением и молитвой. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Я зачитал вам сейчас из второго тома «Духовное пробуждение» наставления преподобного Паисия Святогорца. Вместо того, чтобы массу времени проводить, поглощая информацию из, как уже было сказано немножко ранее, противоречивых источников, и в душе остается только смятение, отчаяние, страх, тревога, беспокойство, ненависть, и полноты картины у вас все равно нет, а полная неразбериха. Лучше хотя бы часть того времени, проверьте себя, хотя бы часть того времени, которое вы тратите на поглощение всевозможных новостей, посвятите это время молитве. Просите Бога о том, чтобы Господь простер свою руку, чтобы Господь умиротворил, чтобы Господь вмешался, и как можно больше людей осталось живых, чтобы люди умиротворились, чтобы люди жили в мире и согласии. Вот это действительно необходимо. В этом долг каждого христианина. Задумайтесь над этим, дорогие друзья, кто желает, и будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.